Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У нас принято ругать государство, постоянно говорят, что государство нас притесняет, государство не улучшает нам жизнь. На самом деле есть явные признаки улучшений, и я хочу сейчас об этом сказать. Сегодня 1 мая, вчера закончился, ну вот до 30 апреля был сезон налоговой отчетности, и надо сказать, что налоговая сейчас работает сильно лучше, чем раньше. Есть сайт налоги.ру, и у меня есть две компании ООО, по которым бухгалтерию ведет жена, там, значит, там все. Значит, она подает все в электронном виде, это давно уже так. Вот, но я недавно, в прошлом году зарегистрировал ИП еще, и по ИП, у ИП у меня расчетный счет в Тинькове, и Тиньков предоставляет мне всю бухгалтерию. Жена говорит, слушай, ты сдал свою, так сказать, декларацию по ИП, ты заплатил налоги по ИП? Если не заплатишь, ты на 20 процентов штрафа налетаешь. Я говорю, да, хорошо, сейчас. Я захожу в Тиньков, бухгалтерия, значит, налог, оплатить налог. Нажимаю на кнопочку, все, деньги ушли. Значит, а декларацию я нажимаю на кнопочку, декларацию оформить. Бамс, мне декларация готова. Я говорю, вот декларация, все есть. Вот, дальше я нажимаю на кнопочку, сдать декларацию в налоговую, вот, но здесь у меня не получилось, потому что я раздолбаю, и я не сделал электронную подпись заранее. Значит, она говорит, ну, давай, без электронной подписи ты не сделаешь. Вот, давай регистрируйся на госуслугах. Ну, на госуслугах зарегистрировался. Вот, ну, так как электронная подпись в течение суток делается, говорит, садись на велосипед, едь в налоговую. Вот, ну, я поехал в налоговую, там тоже все четко. Там касса, значит, там раз все, короче говоря, процедура сдачи налоговой декларации заняла буквально там минуту или две. Вот, ну, очередь стоял, правда, потому что там все были с этими, с декларациями. Ну, а как это происходило, декларация? То, что мне распечатал Тиньков, ну, в смысле, то, что мне выдал Тиньков, жена распечатала на принтере. Значит, я подхожу к тетеньке, тетенька, значит, чпок, штрих-код, в компьютер смотрит, да, все есть, значит, чпок, печать, все, свободен. Понимаете? Моментально. Нет вот этого диких проверок, нет ничего, значит, все очень-очень хорошо. И дальше. А дальше жена говорит, ну, давай сделаем три НДФЛ, справку, чтобы вернуть НДФЛ, который мы излишне, ну, не то, что излишне уплатили, а вы знаете, что есть порядок возврата НДФЛ за услуги по оплате образования, за медицинские услуги и за ИИС, пополненные нами. Соответственно, то же самое. Значит, она заходит у меня в налоги.ру, кабинет налогоплательщика, мой личный кабинет, и смотрит, говорит, слушай, тут все есть. Все налоги, которые я уплатил. Она смотрит, говорит, так, тут есть вот то, значит, то, что она заполнила, оно уже здесь, говорит, на возврат НДФЛ. Тут есть от открытия, сколько, значит, мне положено на возврат НДФЛ. Тут сколько я заплатил за доходы от ценных бумаг, за доходы от дивидендов, говорит, вот я все вижу, сколько ты получил доходов от ценных бумаг, сколько ты от дивидендов получил доходов от Тинькова, значит, там, сколько я заплатил, как ИП, все это видно. И она говорит, а это что Тиньков? И говорит, слушай, нифига себе, говорит, ты от Тинькова вот тут еще получил? Там, типа, ой, а что это такое за ставка большая? Типа, как лотерея, или ты выиграл? Ты платил столько? Я говорю, я вообще ничего не знаю, сколько я платил налогов. Вот, она говорит, 60 тысяч ты заработал, как бы, на Тинькове. Откуда? Вот, и по ставке взят налог, значит, такой-то. Тебе сколько Тиньков платит? Ну, я говорю, слушай, ну, по акции приведи друга, значит, там, ну, 300 рублей за друга. Я говорю, 300 рублей я и получаю. Так вот, Тиньков за это платит намного больше. По той ставке, как выигрыш в лотерею, выигрыш там в казино и так далее, это 35% НДФЛ. Она говорит, ты получаешь 300 рублей? Я говорю, 300. А Тиньков сверху за это платит еще 35%. И все четко, все. Вот оно видно. Пожалуйста. Говорит, ты получил за год по акции приведи друга вот эти вот по 300 рублей, 60 тысяч рублей. Говорит, да нет, вроде вряд ли. Вот, ну, там, ну, да, были там, значит, там, ну, дебетовые карты там, ну, тысячи три в месяц, говорю, ну, может быть, пять. Вот. Ну, там были еще и кредитные карты, несколько человек оформили, и несколько человек оформили счета ИП по моей ссылке и получили тоже свои, ну, как бы, плюсы. За дебетовую карту человек получает плюс 300 рублей выгоды. За кредитную карту там тоже что-то он получает, там, по-моему, три или четыре года месяца бесплатного обслуживания. За ИП, конечно же, там в районе тысячи выгоды получаются. То есть и люди получают, и государство получает. И все четко, и все видно вообще. Вот. То есть, что я хочу сказать, что налоговая работа сейчас очень хорошо. Я хочу похвалить государство за хорошую работу, потому что, ну, действительно, все стало удобнее. Вот. Ну, если люди говорят, что, типа, нас обдирают, нас обдирают, ребята, налоги надо платить. Вот. А о том, вот, сколько налогов, там немало налогов получилось, да, я их плачу. Вот. И о том, сколько получает видеоблогер, я в ближайшее время сниму, как и за что видеоблогеры получают, YouTube-блогеры. Я расскажу, поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитров Юрий. Демитров Юрий.